Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Яковлев 2001, и это 63-й выпуск моего года в Майнкрафте. И да, друзья, вскоре 29 февраля, и в этот день состоится перепись населения в Яковлевске за февраль. Почему 29 февраля? Потому что, естественно, в этом году, в 2020 году, это 2020 год, високусный такой бывает, раз в 4 года. И високусный обозначает тот, который у него теперь не 365, не как обычно, а 365. И в том числе февраль. Было 28 дней в прошлом 2019, а стало 29. То есть на один день вперёд, на один день дольше зима у нас. Зима, в общем. И в общем, я как бы решил, как можно поторопиться к этому, то, что надо догнать и обогнать, было. Естественно, догнать-то было. Население набранная царь в январь 2020 года, но... Ну, чё-то слабенько получилось, в общем. Чё-то, можно сказать, переломно. Да и слабенько, естественно. Слабенький февраль, тем более скоро март, ещё я... Ещё будет... Я буду в больнице, наверное, лежать. Хотя нет, хотя нет, там просто будет лечение косоглазия, поскольку у меня косоглазия не настолько сильно, которое требует операции. То есть в марте я буду ходить на каком-то аппарате лечения, а в августе я, возможно, лягу. В августе. Ну, всё. Ну, не будем о грустном. Ещё сожжите перед, естественно. И приступим к этому выпуску. Так вот, в этом выпуске я скопировал хрущёвки вот такие вот. Ничего, население. То есть плюс ещё 400 человек проживает. Добавил ЖКХ и добавил хлебозавод. Вот. Ну, давайте начнём с него. Вот, магнитку подготовил, не странно, как ни странно. И... Вот. Вот, вот, этот трамвай, вот, всё. Путь провёл поезда. И путь от основной железной дороги до хлебозавода находится рядом. Частный дом по адресу. Полица 7, 52А. И... Давайте не будем затягивать резину и поедем. Путь в vista. Ой, это... Ах... так чуть не катится ну ладно пусть дальше сама катится так вот эта железная дорога проведена от хлебозавода до главной железной дороги чтобы можно было отправлять хлеб в жидовокзал естественно и и в деревню причем я пока что дорогу довел до станции озера Ромаще но возможно скоро я доведу еще до станции деревня Васильки а возможно я еще и построю новый город в Майнкрафте возможно будет новый город в Майнкрафте и надо как-то развиваться естественно я думала какой же новый город построить на одной карте у меня был вариант типа Каламетовск, Старфореск, Робинск и т.д. ну это есть другие разные города естественно или даже Плутонийск да ну или какой-нибудь типа зарубежный государство построить типа чтобы в Майнкрафте Россия пересекла с другим государством ну это пока что в будущем но ну а мы приступаем к саму хлебозаводу здесь если сопряжать хлеб, муку, тесто и сухари сухарики три курочки вот типа так вот так вот так вот выглядит от атмосфера здесь 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 у нас туалет здесь у нас такие от кабинета здесь у нас книжечки проигрыватель, стол, стол и стул, судачок и снова книжечки так так туалет смотрели, дальше идем тут снова кабинета только уже побольше и тут то же самое так туда тут снова кабинет здесь у нас такая столовая и снова кабинет вот отсюда мы видим как все происходит происходит на станции а возможно я дам название станции естественно станция будет типа хлебозаводская или даже станция станция Яковлевский хлебозавод так у нас выход перепутал вау ну а тут уже сам конвейер вот так вот вот конвейер у нас вот вот и здесь мы производим типа хлеб, муку, тесто, сухарики правда мельница еще не построена но возможно я где-то доведу дело до сыта и возможно потом мне надо будет перестраивать вокзал в театре в общем мне надо будет потом перенести вокзал естественно в другую сторону здесь и первые две станции которые будут находиться в городе естественно это будет станция мельница которая то есть на проспекте сашиновского станция хлебозавод вот здесь на Глиновской улице кстати вот здесь Глиновской улице район суд 4 этажка и дальше уже на выезде из города станция озера Ромаши ну и дальше уже станции типа деревни вот такой вот хлебозавод получился а теперь друзья мы еще полетим к второму обновлению у нас в городе и второе обновление третье точнее обновление в городе это у нас в чем это ЖКХ то есть в общем давно надо было построить ЖКХ тем более ЖКХ будет несколько потому что каждый будет принадлежать какого-то района и первый ЖКХ появился в Сашинском районе в общем сказать как то так получилось кстати вот вы заметили деревня сгорела здесь вот почти вся сгорела к чертям почти вся сгорела к чертям все вот так вот все здесь она типа сгорела все и еще как заброшенная он полотит остался он спут плавает здесь у нас снова заброшенные дома вон сгорел там сгорел пол крыша и все что было из дерева сделано в общем все сгорело вон так вот получим осталось только еще и вот эти поля остались то есть фермы такие вот остались и возможно здесь будет снова еще одна ферма но уже наверное здесь будет уже мельница хотя я сам не чешу естественно но посмотрим в будущее вот мы добрались до жкх провалился ну ладно жкх у нас у нас какой-то мы здесь оплачиваем за свет воду электричество и т.д. это служебное помещение вот так вот вот и здесь тоже самое же здесь компьютер стоят у нас как бы он там миссисова исключает там воду электричество интернет и так далее ко всему ко всему есть функции идем дальше так здесь у нас по стопе клиент переговариваться с юристом я точно не знаю с кем но то есть перекрываться с коммунальщиком тут даже ком короче друзья мы обошли все по кругу все жкх вот это потолка очень естественно по сути атаку от жкх получилось все более небольшое и все же самое важное поместилось туда друзья еще вот остался один день естественно я наверное увеличиваю естественно поставлю новые жилые дома увеличу территорию в смысле какую территорию количество населения то есть закопила дома естественно ну попробую естественно попробую чтобы хотя бы добиться примерно двадцати тысяч к концу февраля двадцать девятого числа но но возможно и возможно я перенесу наверное перенесу наверное перенесу наверное на первое марта на воскресенье но обещал что двадцать девятого февраля будет значит оно произойдет состоится на сегодня спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте свои отзывы комментарии идеи естественно и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новый выпуск всем всем спасибо и всем покедова